добрый день сегодня мы с вами научимся вязать небольшой цветочек из 7 лепестков для этого нам потребуется моточек пряжи и спицы приступаем к работе первое что мы выполняем это скользящую петлю ниточку складываем вдвое таким образом и в то колечко которое получилось подтягиваем рабочую нить получившуюся петлю одеваем на спицу для лепестка нам необходимо набрать 5 петель набираем шнурковым способом 2 3 4 5 петли петли мы набрали и первый ряд мы провязываем лицевыми при этом кромочную петлю мы тоже провязываем лицевой заводим правую спицу и провязываем кромочную лицевой дальше у нас 1 2 3 лицевая и кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной провязали первый ряд выполнили работу переворачивая по изнаночной стороне кромочную петлю в начале ряда мы снимаем и выполняем изнаночные петли кромочную в конце ряда провязываем изнаночной провязали переворачиваем следующем ряду лицевом кромочную петлю мы будем снимать не провязывая и из первой лицевой петли мы выполняем 3 петли для этого вводим правую спицу за заднюю стенку петли захватываем рабочую ниточку вытягиваем петлю это первая петля затем выполняем накид это вторая петля и снова заводим правую спицу за заднюю стенку вытягиваем третью петлю из одной петли мы выполнили 3 далее провязываем лицевые и кромочную в конце ряда изнаночной работу переворачиваем по изнаночной стороне все петли изнаночные кромочную сняли и провязываем изнаночные кромочную в конце ряда также изнаночной провязали с лицевой стороны кромочную начале ряда мы снимаем с ними и теперь три петли которые мы вывязывали предыдущем лицевом ряду мы должны провязать вместе лицевой для этого правую спицу заводим захватывая заднюю стенку трех петель и провязываем 3 вместе лицевой выполнили далее 2 лицевых и кромочная изнаночной провязали в изнаночном ряду кромочную сняли провязали 3 изнаночных и кромочную также изнаночной и теперь в лицевом ряду кромочную снимаем провязывая 3 лицевых кромочная изнаночной и последний ряд лепесточка у нас изнаночные петли в изнаночном ряду для того чтобы закончить работу над первым лепесточком мы петли закрываем закрываем их как лицевые провязывая по 2 петли мы закрыли вот таким образом выглядит наш первый лепесточек это его лицевая сторона это изнаночная теперь мы продолжаем работу и так же как и начинали в первый раз шнурковым способом набираем 5 петель для выполнения второго лепестка 3 4 5 в первом ряду кромочную петлю мы не снимаем а провязываем лицевой провязали далее 3 лицевых кромочная в конце ряда изнаночной работу перевернули в начале ряда кромочную сняли и вяжем ряд изнаночных петель мы с вами начали выполнение второго лепесточка всего таких лепестком нужно выполнить 7 продолжаем работу мы довязываем с вами последний седьмой лепесточек кромочную мы снимаем провязываем 3 лицевых кромочную в конце ряда изнаночной затем последний изнаночный ряд кромочную сняли 3 изнаночных и кромочная в конце ряда изнаночной теперь петли мы закрываем закрываем их точно так же как и в предыдущих лепесточках провязывая лицевыми по 2 петли работу мы закончили так выглядит наши семь лепесточков хвостик ниточки мы обрезали сейчас оденем его в иголочку и приступим к сборке мы одели нашу ниточку в углу и для того чтобы собрать наш цветочек мы будем работать по лицевой стороне изделия первое что мы с вами выполним это соединим первый и последний лепесточек мы закрывали с вами петли по лицевой стороне как лицевые и с той стороны где мы закончили работу мы соединяемся захватываем кромочную петлю нашего первого лепесточка пришиваем присоединяем к нашей последней петли последнем лепестке таким образом и теперь для того чтобы наш цветочек при собрать мы идем по внутренней стороне самого цветочка при этом вводим иголочку под кромочные петли захватывая две долечки петли так мы проходим по краю всех лепестков мы присобрали центр всех наших лепесточков теперь чтобы закончить работу мы хорошенечко ниточку подтягиваем лепесточки поправляем принципе наш цветочек готов но мы украсим серединку бусинкой для этого мы приготовили бусинку прикрепляем ее в центре при необходимости подшиваем ее несколько раз вот так работу мы закончили получился такой замечательный цветочек из семи лепестков я желаю вам творческих успехов